Константин Хабенский, Владимир Спиваков, Юрий Башмет и другие артисты приезжают в Тюмень. Правда, не в эти выходные, а в следующем концертном сезоне, который стартует только в сентябре. Однако с сегодняшнего дня и весь уикенд вы сможете купить билеты на их концерты с грандиозной скидкой. Обычная стоимость абонементов от 600 до 10,5 тысяч рублей. И только пока идет ярмарка скидки от 25%. Мы разбили в этом году на три важных блока. Это концертный зал, органный зал и отдельно выделили абонементы детской направленности. На выбор 36 вариантов, в каждом по 3-4 концерта, но можно сформировать и свой абонемент. Кстати, год назад и театрам предлагали ввести абонементы на спектакли, но эта затея в храмах Мельпомены не прижилась. То постановку перенесут, то артисты на гастроли уедут. Поэтому афишу формируют только на месяц вперед. Ну а в эти выходные на сцене Ромео и Джульетта. Сюжет пересказывать не имеет смысла. Здесь режиссер остался верен автору, а вот подача совсем другая. Шекспировские герои даже читают рэп. Но судя по тому, что это один из самых посещаемых спектаклей, зрителям нравится. За полтора сезона его посмотрели более 35 тысяч человек. В отличие от театра, в балете редко прибегают к помощи режиссера, а обычной его функцией выполняет балетмейстер. Но в этом спектакле за хореографию отвечал Юрий Посохов, а за постановочную часть – скандальный столичный режиссер Кирилл Серебренников. Речь идет о балете Большого театра «Герои нашего времени» здесь сразу – Трипичорина. В каждой из частей его играют разные артисты. И, кстати, чтобы увидеть эту постановку, совсем не обязательно ехать в столицу. Благодаря современным технологиям, трансляцию спектакля можно увидеть в прямом эфире на экранах кинотеатра. К слову, в этот уикенд в кино можно будет увидеть не только балет, но и самые интересные фильмы. В Тюмени пройдет фестиваль французского кино. Так что придется выбирать, что милее – танцы или приключения европейца в тайге. Год окажется, что целую жизнь. Многие спортивные соревнования любят смотреть на экране, но тюменский футбол пока не достиг таких высот, чтобы трансляции каждых матчей можно было увидеть по ТВ. Так что болельщикам в выходные все-таки придется идти на стадион. В субботу Тюмень сыграет с Новосибирской Сибирью. Эксперты ставят на нашу команду вероятность победы 54%. Областной футбольный клуб сейчас на 11-м месте в турнирной таблице, тогда как гости на 16-м. На этом у меня все. Проведите выходные весело, используя Дарья Власова, Сергей Мякишев. Тюменское время.